Профессии Дед Мороз и Снегурочка по вызову существуют в нашем городе уже около 10 лет. Но данный сегмент рынка услуг еще далек от насыщения. Спросы у ночногорцев на снежных дедушку и внучку превышает предложение. Успевает только выполнять заказы. Абсолютно не чувствуется конкуренция. В этом году, как никогда, судя по погоде, снега нет. Все ждут Деда Мороза. Их так много ждет, что Деда Мороза не хватает. Конкуренции здесь быть не может, поскольку каждый занимается на своем месте и своим делом. Сложность только в том, что каждый раз надо что-то придумывать новое. Услуги Деда Мороза и Снегурочки предлагают в основном две категории новогодних актеров. Первые – это работники домов культуры и детского творчества. Их большинство. Вторые – частные предприниматели. Их, по нашим данным, всего пять. И те, и другие создают образы новогодних героев разных типов. Бывают хорошие Деда Мороза, бывают Деда Мороза не очень хорошие, бывают пьяные Деда Мороза. Но если серьезно, основные критерии оценки Деда Мороза и Снегурочки – это умение проводить развлекательную программу и качество новогодних костюмов. И если первое зависит в основном от фантазии и таланта, то второе, как правило, от материального достатка артистов. Ноги Деда Мороза и Снегурочки не обновляют свои костюмы по причине дороговизны такого специфического наряда. Есть и такие, кто спешно решает эту проблему. Все костюмы, которые у нас есть, а у нас их большое количество, как говорят, уже выездная трупа, можно автобус заказывать, щьются своими руками, делаются от ниточки до последнего камешка пришитого или приделанного, только руками. Покупать их не покупаем, потому что в таких вещах должна быть индивидуальность. Качество предоставляемых новогодних услуг можно предугадать по рекомендации, подкрепленным домашним видео или собственными наблюдениями. Беглый опрос на улицах позволил нам сделать вывод, что большинство горожан, которые пользовались услугами Дедов Морозов и Снегурочек, остались ими довольны. Обзывала все время, раньше, сейчас выросли уже. Дети остались довольны, покупали подарки. И Дед Мороз с программой, по-моему, без Снегурочки был. Очень хорошая организованная программа была, и ребенок остался довольный. Один поход к ребенку сказочные дедушки и их внучки оценивают минимум в 1000 рублей. При удачном раскладе в день таких заказов можно получить до 20. Снежных родственников приглашают не только дети, но и взрослые, например, на корпоративную вечеринку. В этом случае цены за услугу гораздо выше. Ну а за работу в «Волшебную ночь» с 31 на 1, Дед Мороз и Снегурочка попросят от 500 условных единиц и больше. Сами актеры говорят, что идут на такую работу вовсе не ради денег, а для того, чтобы дарить людям веселье и счастье. Желаю вам счастья в будущем году, успехов в работе, кому-то в учебе. Не ссориться, дружить всем. С Новым годом поздравляем всех сегодня мы сердечные. От всей души желаем провести его беспечно. Пусть минует нас несчастье, пусть минует нас беда. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, господа!